Представьте себе, что у нас есть произвольный треугольник. Возьмем на его сторонах треугольники с одним и тем же углом при вершине и одним и тем же отношением к сторонам. Вы смотрите, А, Д, В, потом пойдет какой-то там треугольник В, Е, С. В, Е, Е, С это будет то же самое. И здесь пойдет с таким же углом, с таким же отношением какой-то треугольник. То есть С, Ф, А, Ф. Теперь мне нужны середины таких отрезков. Середина отрезка А, С, середина отрезка Д, С, середина отрезка В, С и середина отрезка Е, Ф. Нужно доказать, что если все хорошо нарисовано, то два из углов этого четырехугольника равны альфа. Это параллелограмм и отношение его сторон равно той самой величине. Повторяю, середины каких сторон у нас интересуют А, С, С, Д, С, Б и Е, Ф. Вот этих четырех отрезков мы взяли середину. Требуют доказать, что это параллелограмм. Причем, что называется, с тем самым отношением... Достаточно доказать, что это параллелограмм. Почему? По теореме средней линии для треугольников С, Д, Б и С, Д, А следующие два свойства очевидны. То есть мы понимаем, что вот это параллельно этому, и это параллельно этому. Значит, угол здесь альфа, да? И отношение отрезков тоже какое надо. Отлично. Значит, фактически надо доказать параллельность вот этих двух отрезков и параллельность вот этих двух отрезков. Давайте. Почему вот этот вот замечательный отрезок параллелен отрезку угол воды? Если мы с вами сумеем доказать, что он был параллельным КЛ, и, соответственно, ЭЛМ параллельным КН, то действительно это будет параллельно, и по свойствам средней линии все будет. Вот представьте себе, у вас есть совершенно любой четырехугольник. У него есть диагональ, диагональ, середина, середина. Как этот вектор, естественно, выражается через векторы. Я могу еще легко объяснить. Вот давайте, пусть эти вершины будут... Половим разности. Вот, вот, сейчас поймем. Пусть эти вершины будут, пусть у нас А, В, да, С, Д. И пусть где-то есть начало, когда О. Понимаете ли вы, что это за точка? Это же на самом деле О, В плюс О, Д. Правда? Вот вектор из точки зрения. А что это за точка? Тоже понятно. Это О, А плюс О, С. Если вас интересует этот вектор, то нужно вот из этого вычислить. Хорошо. А что это такое? Это О, В минус О, А. Да? Плюс О, Д минус О, С. Так что такое О, В минус О, А? Это вот эти вершины. Что такое О, Д минус О, С? С, Д. А? Вектор С, Д. Д минус С. Из С идем в Д. Из С идем в Д. Из С идем в Д. То есть на самом деле этот вектор что такое? Это полуразность, да? Надо взять вектор А, В, вот такой. И прибавить к нему вектор С, Д. Отлично. Пошли сюда. Что такое вектор М, Н? Что такое вектор М, Н в терминах вот этого четверохугольника? ФБ плюс ЕЦ. Ну смотрите, та диагональ, на которой… А, ФБ, да? ФБ? ФБ плюс ЕЦ. ФБ. Он уже Ц решит. Плюс ЕЦ. Смотрите, начало вектора, которое мы складываем, на той диагонали, где начало вектора М, Н. Значит так, это в ФБ или М, правильно? ФБ плюс ЕЦ. То есть надо вот этот взять и плюс вот этот. Ну хорошо. ФБ плюс ЕЦ. Значит, для того, чтобы доказать равенство вектора М, Н вектору Л, К. А вы помните, что Л, К – это на самом деле А, Д, П, П. Это А, Д, П, П, П. На самом деле мы должны доказать такое простое равенство, что вектор А, Д в сумме с вектором С, Е дает вектор ФБ. Так, давайте посмотрим, это хоть примерно так. А, Д, вот этот вот вектор А, Д. С, Е. Ой, ваше висе. Что? Тоже самое. Где? Это ФБ, вектор АВ плюс вектор ЕЦ. Не, 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 не. Тут ФБ плюс ЕЦ. ЕЦ, ЕЦ, все равно написано. Там же, по-моему, была разница. Что здесь? Вот здесь вот этот шел сюда, а этот шел сюда. Вот, и здесь то же самое. ФБ идет сюда, а ЕЦ идет сюда. Ненормально. Итак, вот этот вектор, да, плюс вектор ЦЕ, вот этот вектор. Так? Нужно объяснить, что в какой-то интересной причине это то же самое, что ФБ. Вот, если мы сумеем это объяснить, то все будет хорошо. Хоть где-то умеешь объяснять или нет. То что? То, что вот этот плюс этот, то же самое, что этот. Смотрите. А ФБ это ФС плюс ЦЕ плюс ЕБ. Из векторов ФЦ, БЕ, АД можно сделать треугольник, подобный треугольнику АЦБ. Поэтому ФС плюс ЕБ равно АД. Да, правда. Ну, значит, ЦЕ плюс АД равно ФБ. Ура. Смотрите, мы даже более-менее без впечатлений решили. Смотрите, какая история. Вектор ФБ заменяем на этот, этот и этот. Правда? То есть я могу брать эту стрелочку и вместо нее пойти вот так вот. Вот-вот-вот, да? Замечательно. И нужно доказать, что вот это, это то же самое, что это плюс это. Ну, замечательно. Для этого достаточно доказать, что этот плюс этот, это то же самое, что этот. Но эти три вектора, они получены из сторон треугольника поворотом и гомотетипом с одним и тем же коэффициентом. Все, решили.